Всем привет! Сегодня заключительный влог в этом году, такой предпраздничный, и поэтому не хочется уже никаких мотиваций, уборок, готовок. Я уверена, к праздникам у большинства уже все готово. Если не все, то пусть эти хлопоты будут приятными и не займут много времени и усилий с вашей стороны. Поэтому сегодня будет такой легкий домашний влог. Хочется уже просто расслабиться и получать удовольствие, и вам эти лучи радости праздничного настроения передавать. Так что покажу сегодня одну закуску. Готовила я тут с красной рыбой. Мне кажется, она подойдет отлично и на праздничный стол. И просто так, я уверена, в январские праздники будут гости, и сами будем ходить и к себе домой принимать. Так что берите обязательно на вооружение. Покажу некоторые моменты наши с детьми тут жизни в последние дни уходящего года. И хочется поделиться одной очень классной посылкой. Я долго ее ждала. И вот она пришла. Все покажу. Так что оставайтесь. Для начала я хочу рассказать вам про один сервис, который поможет разнообразить, например, новогодние каникулы и при этом сэкономить. Я говорю о сайте BigLeon. Это самый крупный сервис в России, аудитория которого больше 16 миллионов пользователей. Переходя на BigLeon, вы выбираете ту категорию товаров или услуг, где хотите сэкономить. Здесь развлечения, красота и здоровье, отели и рестораны, кэшбэк. Все очень просто. Например, вы покупаете купон за 110 рублей и получаете скидку 50% на все меню и напитки вот здесь, допустим, в трех ресторанах. Стороны света. Это купоны, которые дают скидку. А есть купоны без доплаты. То есть вы просто покупаете купон и это уже окончательная стоимость со скидкой от первоначальной цены. Ну вот, например, экскурсии и катание на лошадях. Здесь идут скидки уже окончательные. То есть, например, купить за 690 рублей, да, это будет экскурсия. Что в нее входит, например, указано выше. Встреча гостей, инструктаж. Ну еще тут много разных пунктов. То есть это окончательная стоимость услуги получается. Так что с BigLeon выгодно меньше тратишь, больше получаешь. Акций очень много во всех категориях. Более чем в 70 городах России. А по моему специальному промокоду вы можете получить дополнительную скидку. Так что можно и повеселиться, и вкусно поесть, и поухаживать за собой без больших потерь для семейного бюджета. Ссылку на BigLeon и промокод я оставлю в описании к этому видео. Обязательно переходите и забирайте свои скидки. И, как и сказала, покажу некоторые наши занятия с детьми. Ну, если это можно называть занятиями. Если сильно на улице холодно, мы сидим дома и нос не высовываем. Ну, сегодня с утра, например, мы гуляли, а вечером уже похолодало и остались дома. Но Савве очень нравится копаться в снегу. Он прям как завороженный за этой лопатой бежит, когда мы только выходим. Сразу начинает все чистить, копать. И я принесла в таком вот контейнере из Икеи. Там изначально были фигурки из киндеров. Они припорошены немножко снегом. И сверху я сделала снежколепом такие круглые шарики снежные. Они тут быстро-быстро с Макаром их поломали. И потом уже начали просто копать. Я надела на них рукавички. Макар, конечно, руками все делает. Поэтому он сразу сказал, что мне холодно. Пошел на дел. А Савва за компанию, глядя на него. Но хотя орудовал чаще всего только лопатой. Он тут более сдержан, нежели Макар. Он все копал туда-сюда, перекладывал эти снежки. А у Макара тут, конечно, более такой творческий процесс. Он и дорогу сделал этим фигуркам. И какую-то пещеру потом вырыл. Ну, в общем, мне кажется, такая, знаете, бесплатная песочница. Богатый сенсорный опыт прямо дома. И ничего страшного, кстати, в этом нет. Снег, который свели, тут вынул. Потом просто подтаял немножечко. Я специально постелила заранее полотенцем. И оно все впитало. И все. Нужно было его только высушить. У школьников начались каникулы. С Савой с утра мы немножко погуляли. И потом Ярик с ним продолжил гулять. Но Савуша тут забрался уже на ватрушку к нему. Такой типа, вези меня. На самом деле он тут очень довольный. Смеялся. Я в окно снимала. Ну, может быть, не очень тут на камере видно. Ну, пока они тут во дворе немножко гуляли. Я смотрела на них из окна и приготовила быстренько такую закуску, о которой я вам говорила в начале видео. Оставался у меня дома шпинат после приготовления капкейков. И захотелось мне приготовить не сладкую закуску. Натолкнул меня на это один комментарий. Не помню, кто написал, что делает вот такой рулет с рыбой. Белки взбиваю с солью миксером. А оставшиеся желтки и одно яйцо буду измельчать вместе с шпинатом в измельчителе в блендере. Потом добавлю муку и перемешаю все как следует. И буду добавлять уже взбитые белки. Очень простой рецепт. Я все ингредиенты и точное количество оставлю тоже в описании под видео. Так что обязательно заглядывайте. Получившуюся массу нужно выложить ровным слоем, тоненьким, где-то 5-8 миллиметров. У меня весь противень на это ушел, так что достаточно большой получится потом рулетик. Выпекать нужно совсем недолго, где-то 7-9 минут. Можно выпекать на пергаменте. Я использовала силиконовый коврик. Сначала мне показалось сложно его отделить от коржика, но потом перевернула и очень хорошо все отошло. После того, как корж окончательно остыл, буду смазывать творожным сыром. У меня обычный хохланд сливочный, но мне кажется, сюда очень хорошо подойдет и сыр с зеленью, и есть даже с какими-то солеными огурчиками. В общем, что-то такое солененькое. И буду раскладывать рыбу соленую. У меня немного было, но, наверное, замечательно будет, если по всей площади она будет разложена тоненькими такими пластами. И заворачиваю все в рулет, отправляю в холодильник полежать где-то 3-4 часа. Очень вкусная получается закуска, но я бы, наверное, еще огурчик тоненьким слоем отправила туда вместе с рыбкой. А так выглядит, мне кажется, очень празднично, прям нарядно. Ну и, наконец-то, к концу декабря новогоднее настроение, какой-то творческий порыв проснулся, хочется что-то делать, творить. И я достала тут покупки, которые я делала заранее, вот такие готовые, в общем, заготовки, наборы для создания елочных игрушек для детей. Будем с Макаром сейчас делать. Очень все продумано, удобно, знаете, не нужно ничего искать, никаких материалов специально, что-то вырезать, какие-то выкройки делать. Может быть, это, конечно, и хуже с точки зрения творчества, развития фантазии ребенка, потому что не нужно уже напрягаться, все детали готовые, нужно только собрать воедино конструкцию. Но для таких просто 15-минутных, мне кажется, заданий, творческих занятий, очень хорошо такие наборы иметь, мне очень нравится. И у нас тут такая елочная игрушка, там подставка, Макар ее немножечко заснежил, мы тут немножко не по инструкции сделали, не в том порядке, как нужно было. И ставим лося, маленького лосенка, приклеим. Сначала думали на ПВА, я вообще думала, что он просто так вставится, там какая-то мягкая субстанция. Но нет, потом пришлось все-таки взять клеевой пистолет, и мы уже как следует приклеили его. И остальные декорации, такие штучки, там шишечка, ягодки, все очень симпатично, делается быстро. Ребенок вообще остался очень доволен. И честно скажу, Макар на этом не остановился, у меня не один такой набор был. Они тут с Соней потом и второй набор так сами сделали, вообще без меня. И еще были фетровые такие игрушечки, где нужно собирать, шить. В общем, все он за вечер сделал у меня, вообще молодец. Хочется показать вам посылку, которую я очень долго ждала, с сайта Shein. И что-то она так задерживалась, то ли там 11.11, это Черная пятница была, то ли уже Новый год. Я не знаю почему, больше полутора месяцев, по-моему, она ко мне ехала. Но тем больше радость от ее получения у меня была, и спешу с вами похвастаться обновками. Первое, что я получила, это вот такую куртку. Заказала я в черном цвете, очень хотелось мне что-то такое повседневное, универсальное. Длину выбрала ниже попы, чтобы все прикрывало. Очень качественный корзан, удачный капюшон. Длина мне понравилась, сидит на мне хорошо. Она теплая, я ее уже поносила. И кожзан, чем мне нравится в оттепель, если какой-то дождь или снег тает, то не будет куртка промокать. В общем, я осталась очень довольна. Такой отличный вариант на каждый день, добежать за ребенком в садик, в магазин. Хотелось мне именно однотонную, темненькую. В общем, что хотела, то и получила. И следующая покупка, это вот такие джинсы, тоже в черном цвете. Вы знаете, я обходила стороной вот этот фасон с прямыми широкими брючинами. Думала, что он подходит только девушкам сильно высоким, сильно стройным. Но вы знаете, какое было мое удивление. Мне кажется, этот фасон отлично стройнит. По-моему, на мне сидят очень хорошо, даже худеть не придется. Джинса очень качественная. Низ не подшит. Ну, это добавляет свою изюминку. Это специально так сделано. И даже длина на мой рост вообще абсолютно как будто на меня и шили. Тоже я осталась очень довольна этими джинсиками. Следующая покупка не самая удачная. Это для мамы курточку мы выбирали. В общем, все такие фасоны, наверное, сейчас короткие, широкие. Ну, мама померила, как-то не очень ей понравилось, не очень на ней сидит, потому что и плечи большие. Ну, не знаю, наверное, куда-то я ее пристрою. Это размер L. Но вот померю, вам тоже покажу, как сидит. Ну, такие, наверное, современные совсем модели, так скажем. А в целом, качество курточки неплохое. Она не сильно толстая, но, наверное, теплая. До минус 10-15, так точно, я думаю, будет в ней комфортно. И расцветка такая симпатичная. И следующая покупка это вот такой трикотажный костюм. Это пловер и юбка. Очень плотный вязанный трикотаж. Юбка длинненькая. Расцветка такая. Муж у меня сказал, это что-то из ретро. А мне очень нравится, что-то в этом есть. Все сидит, по-моему, отлично. Можно носить и отдельно юбку со свитерочком. И свитеры отдельно носить с любыми джинсами и брюками. По-моему, костюм очень классный. На холодное время года вообще отлично подходит. И в гости, и куда-то в школу, на собрание. Да хоть куда, мне кажется, такая модель подойдет. И следующая обновка это вот такое трикотажное платьишко. Тоже очень мне понравилось. Материал качественный, вязка плотная. Цвет приятный. Единственный момент, я, наверное, заменю пуговки, наверное, на деревянные какие-нибудь. Мне кажется, они тут будут лучше смотреться, чем пластиковые, фиолетовые. А так, вообще, хорошее платьишко для ежедневной носки. Мягкое, приятное, теплое. Не колется, что очень важно. Мне тоже очень понравилось. Ну и последняя обновка. Это вот такой вот черный комбинезон. Нарядная вещь. Такая праздничная, я бы сказала. Тоже я очень сомневалась насчет этого фасона на свою фигуру. Но, по-моему, выглядит просто великолепно. Нечего сказать. У меня размер L на мой 44. Ну, сейчас, наверное, уже 46. Ну, сидит в целом свободно, комфортно. Мне очень понравилось. Ткань немножечко тянется. Носить удобно. Все в нем просто великолепно. Ну, правда. И фасон, и цвет, и материал. Разный, кстати, на сайте есть. И темно-синий, и бордовый. Я смотрела, вообще, комбинезонов много. Не представляла раньше на себе этот вид одежды и эту модель. Ну, вот хорошо, что есть такая возможность попробовать. И я удивлена, но осталась очень приятно удивлена. То, что мне это подходит. Ну, и на этой ноте хочется поздравить всех с наступающими праздниками. Как-то обычно подводят итоги уходящего года все. Для меня год был немножечко переломный. В этом году уходящим я завела канал. Это тоже очень много значит теперь для моей жизни. Ну, и другие события тоже были. Ну, разные всякие. Да. И не всегда только хорошие, конечно. Ну, в принципе, ничего плохого вспомнить не получается. Ну, хорошо, что наш мозг так устроен. Ну, были разные трудности. Ну, а все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Это опыт в любом случае. И бывает такой опыт, который просто нужно пережить. Те обстоятельства, в которые нас жизнь ставит. Вообще, хочется всем пожелать здоровья крепкого, во-первых. Всем родным и близким здоровья. Ну, и какой-то легкости. У меня радоваться каждому дню. Ну, вообще, ежедневным нашим делам, рутинам. И вот этому больше уделять времени, внимания и тепла. Как-то из этого черпать вдохновение. Не жить мыслями, что, а когда я там похудею, выйду замуж, рожу детей. Или там, наоборот, дети вырастут, или я разведусь. Не ждать чего-то, жить сейчас и получать удовольствие от жизни каждый день. Всех с Новым Годом, с наступающим. Я надеюсь, что в январе вы меня, в начале января не потеряете. И очень надеюсь, что вам тоже будет особо не до ютуба. Давайте отдыхать, проводить время с семьей, с друзьями, с родными. И наслаждаться жизнью. Увидимся в январе. Всех с наступающим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok